Здравствуйте дорогие друзья, в эфире очередные новости киберспорта. Сегодня в выпуске мы будем разбирать ситуации с разными командами на разных турнирах. Некоторых заставили переиграть свои матчи, ну а некоторые мировые команды скорее всего потеряют ведущих игроков. Но обо всем по порядку. Турнир StarLadder не успев начаться, как сразу преподнес скандальную новость. Команды, которые открывали турнир, тем самым дав старт этому чемпионату, провели казалось бы простой матч, результат которого должен был просто записаться в турнирную таблицу. Но не все так просто. Ребята из Rush 3D после того, как проиграли команде Dead Team, нашли в себе силы подать протест на своих обидчиков. Причиной протеста стала наболевшая тема еще в 1.6 версии, которая долгое время не давала покоя многим командам и игрокам. Консольная команда NetGraph, которая была замечена у одного из игроков команды Dead Team, запрещена на турнире StarLadder серии. Регламент турнира гласит, что эта консольная настройка запрещена и не может быть активирована игроками, но ребята из Dead Team или не дочитали регламент турнира, или проигнорировали условия игры. Протест подан, результат аннулирован. Как-то в интернете появилась новость о том, что несколько крупных организаторов своих ивентов решили создать единое правило для своих турниров, чтобы игроки не попадали в подобные ситуации, как сейчас. Одни разрешают использовать NetGraph, вторые нет. Для игроков эта команда прежде всего служит для отслеживания так называемых лагов на своем компьютере и на сервере, но проигравшие игроки привязывают эту настройку к нечестной игре. Вопрос для вас, дорогие зрители, разрешать ли NetGraph на официальных матчах или действительно эта команда может носить читерский характер. Организация F-Matic заявила на весь мир, что официальное CS-подразделение переходит на CS GO, и уже на ближайшем крупном LAN-турнире DreamHack Winter 2012 мы сможем увидеть ребят в деле. Но это были бы не F-Matic, если бы они не обволнились парочкой загадочных слов на тему своего состава. Как оказалось, то не все игроки захотели переходить на новую версию Counter-Strike, а некоторым игра не пришла по вкусу. Таким образом, в звездном составе назревают перемены. Возглавит ли вновь Карн свою родную команду, или же организация обратится к молодым и перспективным сорсерам, которые помогут F-Matic крепко встать на ноги в новой игре? Загадка, ответ на которую знают сами игроки. Остается ждать окончательного решения от организации F-Matic. Ваши предположения насчет пятого игрока? Пишите в комментариях к новости. Очередной вечер с CSGO преподнес очень много сюрпризов. На данный момент проходит онлайн-квалификация на DreamHack Winter 2012, и на дистанции остались всего четыре команды. Но из этих четырех команд лишь одни представители Германии, а остальные три защищают датский флаг. Немцы окружены, и команде Alternate, которая в четвертьфинале переиграла французов в Millennium для завоевания квоты на лан-финалы, нужно будет два раза обыграть представителей Дании. Под силу ли ребятам сдержать напор Датчан мы узнаем совсем скоро, а пока стоит обратить внимание на очередные результаты StarLadder, в котором поляки и ESC Gaming уверенно набирают очки в турнирной таблице. В прошлый вечер поляками были повержены россияне Rush3D, которые пока что не нашли повода, а провернут результат с польской дружиной, и немцы из Alternate, которые вроде бы навязали борьбу своим соперникам, но дожать их не смогли, и 11-16 проиграли встречу. Для многих футбол это смысл жизни, и эта игра завораживает огромное количество зрителей. Виртуальный футбол не стал исключением, и 13-я версия популярного футбольного симулятора FIFA стала также захватывать очень много времени разных игроков. Первый турнир собрал много игроков разного уровня, и возрастная категория игроков также была очень разная. Уютное место проведения для игр, призы от спонсоров и море эмоций. Что еще нужно для классного турнира в любимую игру? Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok